Продолжение следует... 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 То есть сама профессия приводит к этому. Ну и почему все-таки мы термин эпидемии решили взять в заголовок? Потому что буквально недавно, обтекаемо скажу, что буквально недавно мы все столкнулись с другой эпидемией, эпидемией коронавируса, и, конечно же, большая нагрузка легла на плечи медиков, потому что они испытывали наибольший стресс в этот период. На них пришел основной удар, да, у них увеличилось количество рабочей нагрузки, количество рисков, и это тоже чисто профессиональный такой риск. И многие международные организации, многие международные исследования показывают, что такой стандартный показатель выгорания среди медиков подскочил там в несколько раз. И эта проблема действительно стала масштабной. Она проявилась и в других профессиях, в других сферах, но в медицине особенно. Так вот, медики действительно находятся в зоне риска развития синдрома эмоционального выгорания. Повторюсь, в чем он выражается, чуть попозже скажу. Но важно понимать, что есть и другие факторы, да, вот развития этого синдрома, то есть источники стресса. Это организационные. То есть некие параметры, некоторые характеристики того, как функционирует организация, это условия труда, там, корпоративная культура и прочее. Ну, мы все понимаем, что не во всех медицинских организациях все идеально, все там благоустроено и все отлично налажено. Это тоже может создавать дополнительный стресс. Кроме этого, это межличностное взаимодействие между коллегами, между медиками и пациентами. А мы понимаем, что большинство медиков сталкиваются с контингентом, ну, который находится не в самом приятном состоянии для себя. И, соответственно, вряд ли испытывает много позитива от того, что приходится обращаться в организацию медицинскую, да, в медицинскую организацию здравоохранения. И зачастую эти эмоции негативные, конечно же, выплескиваются на того, кто вот здесь сейчас перед тобой, ну, собственно говоря, на врача, на медицинскую сестру или даже сотрудника медицинской организации, который является медиком, да, но они тоже подвержены вот этому воздействию. Ну, и, безусловно, есть некоторые индивидуальные особенности, особенности характера, особенности нервной системы, жизненный опыт, который может либо способствовать развитию вот этого синдрома эмоционального выгорания, либо, наоборот, может препятствовать. И, собственно говоря, теперь вот к тому, как это может проявляться у конкретного медика, у конкретного человека, этот синдром. И здесь мы обращаемся уже к мировой практике, к модели Кристины Маслыча, это международный ученый, которая очень активно развивает и исследует эту проблему. И вместе с коллегами они выделяют три основных симптома. Эмоциональное выгорание проявляется в виде эмоционального истощения. Мы так несколько упрощаем эти симптомы, чтобы были понятны, они там на научном языке звучат несколько сложно, но чтобы было понятно. Да, это истощение, когда человек теряет силы, грубо говоря, даже после долговременного отдыха он не чувствует некого восстановления. Он не чувствует способности проявить активно какую-то эмоцию, вовлечься, чувствует какой-то пониженный жизненный тонус и некая общая усталость такая. Дальше это то, что по-сложному называется деперсонализация, но вот если переводить на простой понятный язык, то это некое циничное отношение, некая отстраненность эмоциональная от рабочих задач. Ну и в сфере медицины это отстраненность от проблем пациента. То есть по идее, система здравоохранения, сама медицина ориентирована на решение проблемы пациента, на помощь ему в устранении его страданий. А выгорание приводит к тому, что человек уже настолько много испытывает этого стресса, что наша система нервная хочет от этого защититься, поэтому у нас формируется некая отстраненность от проблемы, от страдания пациента. И мы уже не сильно реагируем на его эмоции. Это значит ли, что пропадает эмпатия у пациента? Он вообще ничего не чувствует, точнее у медицинского персонала, он вообще ничего не чувствует? Ну это идет к тому, скажем так, в наибольшем выражении да, то есть возникает некая эмоциональная холодность, опустошенность. Именно по отношению к страданию, к переживаниям и прочим, некое игнорирование этих эмоций. Такая механическая работа и в том числе с пациентом, что может нивелировать в том числе и ценность пациента как личности, его эмоции, его переживания, его страданий, что несколько несоответствует и гуманистической в принципе ориентации медицины, и вот идея пациента-ориентированной модели здравоохранения. И это опять-таки, тут важно воспринимать вот эти симптомы не как некую проблему, что это, скажем так, некую вину через эти симптомы накладывать на медика, что он виноват, что он такой бессердечный, холодный, незаинтересованный. Нет, это скорее следствие проблемы, следствие вот этого постоянного стресса. И какой-то такой внутренней попытки найти способ защититься от этого стресса, то есть уйти от лишних переживаний. И вот происходит такое некое замыкание, закрывание. Проблема заключается в том, что зачастую невозможно взять и отключить определенную эмоцию, вот конкретную, вот стресс, недовольство, раздражение на конкретного пациента. Идет общая какая-то блокировка эмоций, эмоциональных реакций, и как негативных, и позитивных в том числе. А проблема еще начинает расширяться, когда это выходит за профессиональные рамки и переносится уже в повседневную жизнь. То есть человек уже не может испытывать вот эту эмоциональную включенность в жизнь уже и в личное время, в нерабочее время. И еще один симптом, который формирует синдром в итоге, это редуцирование профессиональных достижений. Опять-таки в теории Кристины Масловича это так вот сложно немножко звучит в русском переводе. Если упрощать, то это некая неэффективность, это снижение производительности труда. Понятно, можно связать это и с истощением, с усталостью, но это еще некое обесценивание собственного труда. Ну то есть возникает ощущение, что мой труд, он бесполезен, он не приносит какого-то результата. Я не вижу отдачи, либо в благодарности, либо в результате конкретном. Я не чувствую, что мой труд значим, и поэтому я потихонечку начинаю не вовлекаться в него. То есть прилагать меньше усилий, может быть, прилагать меньше внимания. И повторюсь, это опять не про то, что человек в принципе не трудолюбив или не профессионален. Скорее даже наоборот, вот эти все симптомы начинают очень ярко проявляться у людей, которые изначально очень вовлечены в работу, эмпатичны по отношению к пациенту. Они действительно строят какие-то ожидания от своей карьеры, от своей профессиональной реализации. И со временем вот это меняется. То есть формируются вот эти симптомы, и вот была энергичность, была вовлеченность или эмпатичность, они уходят. То есть мы не можем, естественно, говорить, что если человек изначально ленив, не хочет ничего делать, ему плевать на пациентов, то вот у него выгорание. Не факт, возможно, это просто такой склад личности, такой у него там жизненный настрой. Но вот именно в появлении вот этих изменений, и многие на самом деле медики сами могут на себе это замечать, и они об этом говорят, что мы замечаем, что раньше я был другим, но со временем я меняюсь. Ну очень часто они говорят, что я стал более закрыт. Я не открываюсь, и я уже так не симпатизирую, не принимаю это очень лично. Просто с годами приходит понимание, что мне сложно постоянно переживать эти эмоции, и сложно с этим дальше существовать. То есть очень много сестер, и чаще всего это возникает в каких-то сложных стационарах, где медики сталкиваются с такими факторами, как смерть, и они, мне кажется, в два раза больше испытывают в этом смысле такую нагрузку. Но хотела задать вопрос про наличие одного из этих симптомов. Не всегда же будет говорить о том, что есть выгорание. Если я цинична, может быть, я цинична по жизни, да, и может быть, медицина это немножко не мое. Или если я неэффективно работаю, это, возможно, тоже другой фактор, ну какой-то фактор, который не растет из наличия у меня синдрома эмоционального выгорания. Совершенно верно, да. Закономерный вопрос. Вот именно в модели синдрома выгорания Кристины Маслович о наличии одного из симптомов, даже ярко проявленного, не говорит о наличии выгорания. То есть синдром выгорания – это именно совокупность всех вот этих трех симптомов. И действительно может быть так, что человек изначально цинично, он изначально цинично настроен по отношению к людям, и мы не можем говорить, что у него выгорание. Мы говорим про выгорание, когда происходят изменения. И вот как раз Кристина Маслович именно выгорание воспринимает как динамическую систему. То есть это не то, что вот вкл-выкл, я выгорел, выгорел или не выгорел. Я где-то на шкале нахожусь, я двигаюсь по этой шкале либо к синдрому выгорания, либо от него, либо, да, я могу там чуть продвинуться вперед, откатиться, если факторы поменялись. Там тоже истощение, да, оно может быть, конечно, связано не только с эмоциональным выгоранием, оно может быть просто связано с большой усталостью. То есть я долго работал, я не отдыхал, я устал. Это абсолютно нормально. Либо там с нарушением диеты, питания, недосып и прочее тоже может сказываться на истощении. Так же, как и неэффективность. Но если мне действительно неинтересна, не важна моя работа, или я ее воспринимаю исключительно как, ну, необходимость, да, какую-то, еще и не очень приятную для себя, то мы тоже не можем говорить о выгорании. Просто человеку не нравится эта работа, он не хочет здесь работать, в конечном счете. Ну, или он никогда не горел идеями, там, профессиональной реализации. Но зная все сложности, с которыми сталкиваются медики в своей работе, мы понимаем, что люди туда зачастую идут, в эту профессию. Те, которые заинтересованы в профессиональной реализации, в реализации, там, гуманистических каких-то идей помощи людям. И в том-то и дело, в этом-то и проблема, что изначально человек приходит с одним настроем, и в итоге под воздействием разных факторов у него потихонечку, а иногда не потихонечку, быстро, начинает формироваться этот синдром, который ему в конечном счете ухудшает вот это субъективное удовлетворение удовлетворенность, да, субъективное удовлетворение от собственной жизни, от работы, возникает ощущение усталости хронической, плохого настроения. Это приводит к эмоциональным каким-то срывам, к каким-то эмоциональным проблемам. Теряется любовь к работе, и, как следствие, нередко люди уходят из профессии, и остаются разочарованными, и это, опять-таки, это жизненный кризис личностный, потому что ты не знаешь, а что дальше делать, ты так верил в эту профессию, ты хотел в нее попасть. А кроме того, ну, казалось бы, да, ну, понятно, такая вот субъективная неудовлетворенность, что там плохое настроение, но по факту это может привести и к формированию реальных проблем со здоровьем, там, нарушение сна, нарушение аппетита, ну, поскольку это про стресс, это про постоянный стресс, это и про психосоматические, ну, про реальные психосоматические какие-то проблемы, и в том числе это может стать драйвером развития психологических расстройств. Ну, там, как минимум, депрессии. Эта тема еще и следуется пока учеными и экспертами, но вот мы можем провести вот эту параллель, постоянная тут неудовлетворенность, некое пониженное эмоциональное состояние, это предпосылки к развитию депрессии, а это гораздо уже более сложная, более, ну, такая, с большими негативными последствиями проблемы, которые тоже не очень принято говорить, и тоже, как бы, не сильно у нас всерьез воспринимается пока еще в нашем обществе, и в профессиональной среде. Так в профессиональной среде действительно не очень серьезно воспринимается проблема. То есть у нас есть две группы специалистов, они разделились ровно на две, верю и не верю. Вот я верю, что это есть, и я не верю, такого нет, я просто, наверное, это не мое, я пойду. Ну, задача наша, в том числе, да, про проект «Вступ в горя», о котором мы чуть попозже скажем, чтобы донести важность этой проблемы и через нее, в том числе, показать и там важность последствий, которые он несет. А они проявляются не только на индивидуальном уровне, они проявляются и на уровне организации. Ну, вот про уровень организации, наверное, хочется особенно отметить, что, ну, значительные масштабы влияния этой проблемы сказываются на работе организации в целом и системы здравоохранения. Мы здесь видим снижение продуктивности работы коллектива и количество ошибок, текучесть кадров. Это вообще одна из мощнейших проблем, да, важнейших проблем, которые сейчас всех беспокоят, то, что уже возрастные сотрудники готовы выйти на пенсию, а молодых сотрудников, которые могли бы и опытом, и знаниями, и вообще своим наличием, да, в системе здравоохранения заменить их. Забегая чуть вперед, это как раз про то, что мы увидим картину выгорания молодых специалистов. Антон чуть глубже расскажет об этом. И в конечном счете это, конечно, сказывается на системе здравоохранения. Которая страдает, потому что мы уже давно взяли, ну, такой путь, да, на пациент-ориентированную модель. Мы давно говорим о том, что хотим создать экосистему вокруг пациента, что пациент-ориентированность – это важно. Но насколько это важно и реально реализуемо, если мы видим, ну, действительно большие психоэмоциональные сложности у медиков, если мы видим, что они истощены, выгорели, мы в конечном счете получаем уставшую медсестру, которую мы заставляем работать еще лучше, еще больше, еще больше любить этого пациента. А на самом деле здесь, наверное, проблема в том, что любить уже нужно саму эту медицинскую сестру, этого врача. И, конечно, здесь ухудшается и качество медицинской помощи, и это прямо заметно, потому что, ну, про неэффективность на рабочих местах мы уже здесь говорили, мы теряем медицинские кадры, и возникает, естественно, эта проблема по реализации проекта. Ну, и может показаться, что, ну, какие-то проблемы такие, в том числе, ну, такого морального характера, что, мол, вот тоже коллективы страдают, но все это может, на самом деле, переводить и в деньги, и в международной практике такой подсчет издержек, связанных именно с хроническим стрессом и выгоранием, конкретно синдрома выгорания, он ведется. И сейчас не будем загружать там цифрами зрителей, но вот по 2021 году международное агентство Галлоп, которое этим активно занимается, они там насчитали, что около 8 триллионов долларов, если не больше, именно потери экономики мировой, это выгорание, но это как, да, вот этот скачок, а там был заметен скачок, это связано, конечно, в том числе с пандемией ковида, и проблемы, связанные с этим, они сказываются в итоге, потому что, да, казалось бы, кому-то конкретному сотруднику становится плохо, но это увеличивает риск его ухода на больничное, это значит какие-то простои, это переработки других сотрудников, это все нужно компенсировать, происходят сбои в работе, все это тоже в итоге выражается в деньгах. И тот же подбор постоянных кадров, замена одних сотрудников, которые уходят новыми, новыми, это тоже все деньги, если вот чисто переводить на какую-то такую меркантильную основу, то все это про издержки, все это про экономический, в том числе, эффект. Ну и вот, как Елена сказала, да, про вот этих медсестер, которые, которых и так, им и так плохо, а им еще говорят, любите еще больше своих пациентов, еще больше старайтесь, еще больше проявляйте к ним заботу и внимание, а вот вопрос, чувствуют ли они к себе заботу и внимание, вот это вопрос. Это вопрос. Ну, вернее, для меня это не вопрос, потому что я занимаюсь обучением медиков в высшей медицинской школе, да, мы постоянно там с ними взаимодействуем, проводим тренинги, как медсестер, так и врачей, и я постоянно вижу эти выгоревшие глаза сотрудники, которым начинают сейчас объяснять про пациент-ориентированный подход, а у них, ну, вот им действительно бы уже побыстрее бы все это закончилось, пойти домой и просто отдохнуть, просто в стенку посмотреть, от них требуют какой-то эмоциональности дополнительной, проявления каких-то эмоций, у них ее нет уже, а в голове куча проблем. Вот это нерешенный, вот это нерешенный, вообще нас не слушают, и вообще что мы еще там должны сделать? Ну, то есть это все-таки про организационные факторы? Во многом, во многом, безусловно, это так, и если говорить про там какую-то эффективность решения этой проблемы, это, конечно, организационные факторы, ну, не только, все-таки проблема комплексная, даже если все организационные факторы будут решены, останется индивидуальный причина, индивидуальный уровень и профессиональный, то есть медицина по-прежнему останется трудной сферой, то есть как ни крути, и к этому нужно быть готовым, то есть нужно научиться заранее быть готовым к вот этим стрессовым ситуациям, ситуациям, которые будут у тебя вызывать эмоциональное напряжение, и насколько ты к ним готов, это в том числе и какая-то личная ответственность сотрудника. Но это все-таки про профилактику? Да, про профилактику. Даже, наверное, в первую очередь про профилактику, если мы знаем, как мы двигаемся вперед, там по масштабным проектам, такие как пациент-ориентированная модель, мы можем профилактировать у наших сотрудников на уровне организации это, и, собственно, как родилась идея, да, этого проекта, как мы пришли к этому. Антон, может быть, ты расскажешь немножечко про цели, задачи, да? Да, конечно. Ну вот, сталкиваясь с проблемой, да, мы и поняли, что нужно что-то с этим делать и как-то менять отношение к этой проблеме, и в том числе у самих сотрудников, чтобы они понимали, что с ними происходит, и это, в общем-то, нормально, в смысле, что это распространенно, это не что-то, это не твоя только проблема, это некое общее явление, с которым нужно работать, и, самое главное, можно работать. И проект, который родился в высшей медицинской школе, социальный проект, задача которого, ну, попытаться снизить этот негативный эффект выгорания, да, и по возможности дать инструменты профилактики развития дальнейшего этого синдрома и распространения его. Основные цели, конечно, были, ну, окей, наши есть какие-то субъективные впечатления, мы где-то слышали про другие исследования, но нам хотелось самим понять и разобраться, насколько все-таки выражено это выгорание среди медицинских сотрудников Российской Федерации. Соответственно, одна из целей проекта – это постоянное исследование ситуации, постоянный мониторинг ситуации, насколько она проявляется, и сегодня мы поговорим об исследовании, о результатах первого исследования. Но не только. Мы хотим также давать огласку проблеме, да, и этим мы в том числе сейчас занимаемся. Помимо этого, задача, конечно же, сформировать некий такой поддерживающий комплекс мероприятий. То есть мы изучаем способы профилактики выгорания на индивидуальном уровне, на уровне организации, стараемся их транслировать в открытом формате для профессионального сообщества. Ну и задача, в конечном счете, разработать какие-то там эффективные алгоритмы, проверенные на практике, с доказанной результативностью, на основе рекомендаций международных экспертов, полевых, так сказать, исследований, да, и приложить их профессиональному сообществу. Но все, как в медицине принято, начинается должно с диагностики, на наш взгляд. И поэтому одним из первых шагов нашего проекта это было исследование, которое мы запустили. Он началось в прошлом году, в начале этого закончилось, первый этап. Участниками его стали медицинские сестры, средний медицинский персонал, ну и руководители сестринских служб, потому что так как-то сложилось, что у нас с этой категорией персонала в высшей медицинской школе более тесное отношение. За методику диагностирования мы взяли опросник МБА, это как раз методика Кристины Маслович в адаптации российского психолога Водопьяновой. И участники, ну это были добровольцы, желающие из социальных сетей высшей медицинской школы, из наших порталов, из профессиональных ассоциаций сестринских. Ну, что в итоге получилось? В итоге получилось 3 с небольшим тысячи анкет медицинских сестер. Охватили мы примерно 77 регионов. Ну, достаточно масштабные исследования, из известных ранее, а ранее все-таки исследования проводились, но нам хотелось собственные результаты получить. Из известных исследований, это одно из самых масштабных в итоге исследований на данный момент. Я поговорю про результаты, ну и чтобы так коротко, чтобы разобраться, что происходит на экране, поясню, что вот, как и раньше говорили, это есть три основных симптома, которые складываются в итоге в синдром выгорания. И каждый из этих симптомов может быть проявлен в трех разных степенях, скажем так, на низком, на среднем уровне и на высоком уровне. И если все три симптома проявлены на высоком уровне, то можно однозначно говорить, что у человека сформирован синдром эмоционального выгорания. И это самый сложный случай, потому что человек уже находится в таком состоянии, где профилактика, скорее всего, не поможет. Помочь ему, в принципе, достаточно сложно, в том плане, что это либо целенаправленное воздействие со стороны, возможно, психолога-консультанта, либо какой-то интенсивной самопомощи, ну, либо уход из профессии, что тоже иногда является таким, ну, будем откровенными, искренними и честными, что да, иногда уход из профессии – это решение проблемы. Ну, к сожалению, так. И эти истории есть, когда и на наших мероприятиях тоже такие истории возникают, когда участники вебинаров пишут, что, знаете, я мучилась там энное количество лет, страдала, сейчас ушла, и там по-разному поменяла организацию, поменяла специализацию или ушла в другую профессию, и сейчас чувствую себя хорошо. Да, это тоже некое решение, но, на наш взгляд, это решение такое уже кардинальное, которое, ну, чревато некоторыми последствиями. Потому что не факт, что в новом месте я буду избегать всех тех факторов, которые привели на прошлом месте к выгоранию. Это раз. А во-вторых, ну, для системы здравоохранения или для организации это точно не решение. То есть взять и просто себе позволить отпускать всех сотрудников куда-то там вовне. Нагрузка на других сотрудников будет возрастать просто. На организационном уровне это, конечно, катастрофа, когда человек принимает решение уйти из профессии. И давайте посмотрим на результаты. Да, это результаты по симптомам, по отдельным симптомам среди наших опрошенных. И мы видим, что, в общем-то, симптомы распределяются примерно, ну, так по 30%, да, ну, можно сказать, что какое-то равное распределение. Однако нас очень взволновало число, да, результат касательно именно депрессионализации, то есть вот этого профессионального цинизма. То есть у 78% опрошенных этот симптом выражен на высоком уровне. То есть это еще не говорит о том, что это выгоревшие люди, нет, как мы уже обсуждали, но это говорит о том, что у них сформирована вот эта инстинктивная защита против стресса, отстраненность от эмпатии по отношению к пациенту. Опять возникает вопрос о том, как реализовывать пациент-ориентированную модель. А какое качество помощи? Соответственно, тоже, потому что мы понимаем, что вот это психоэмоциональное состояние пациента тоже сказывается в итоге на его выздоровлении и на процессе лечения. И если ему этой поддержки эмоционально не оказывается, то есть вероятность, что у него будет теряться там комплоентность, да, он будет меньше доверять медику, будет меньше доверять лечению, он будет меньше хотеть идти в поликлинику, в больницу. Ну и конфликты. И конфликты, да. Причем конфликты здесь, наверное, негативные факторы для двух сторон, не только для пациента. Даже, наверное, в большей степени для медика, который участвует в этом конфликте, опосредованно бывает, но очень сильно эмоционально включается и очень сильно переживает, да. Ну вот и тут какой-то такой замкнутый круг может получиться уже. Смотрите, получается, что отгораживаясь от эмоций пациента, от проблем пациента, я стараюсь избегать стресса, ну то есть не вовлекаться, чтобы не страдать. Но я отключаясь от эмоциональной реакции, отстраняясь, я формирую недовольство у пациента, что может привести к конфликту, что меня вовлечет в стресс в итоге. То есть избегая, я в итоге все равно могу оказаться в проблемной ситуации, хотя не хотел этого, допустим. И целенаправленно не демонстрировал каких-то неприязней к человеку, это была просто попытка защитить себя от переживаний, от страданий. Ну вот это по отдельным симптомам, а дальше вот цифры, результаты по уже совокупности трех симптомов и, собственно говоря, про выгорание. Мы можем сказать, что на низком уровне выгорания, ну то есть вот эти только первые признаки выгорания, проявлены только у одного процента. На среднем уровне у двух процентов. И все три симптома на высоком уровне фиксируются в 20% опрошенных, вот в том нашем исследовании. То есть 20% человек из трех тысяч находится уже в зоне сформированного синдрома эмоционального выгорания. Это три тысячи мы исследовали, а если их будет больше, то есть картина будет прям... Ну она и так... Мы можем все-таки говорить, что три тысячи это достаточно большое количество, чтобы делать выводы о всей сфере. Другое дело, что у нас категория представлена здесь именно среднемедицинский персонал и руководители, поэтому, забегая вперед, следующим этапом следующее исследование должно вовлечь гораздо больший состав именно категории персонала медицинской, чтобы посмотреть на картину более широко. Но это вот такая картина, как есть сейчас по медицинским сестрам. И... Ну это как бы еще не все. Вот такая ситуация. Мы говорим о эмоциональном выгорании, о полном синдроме, когда у нас все три вот этих симптома в максимальном развитии. Но может быть так ситуация сложится, что у меня один симптом развит в максимальном проявлении, а два в среднем. Или там наоборот, один в среднем и два в максимальном. И получается, что есть некая зона, которая, ну скажем так, это зона риска, то есть это люди, которые активно двигаются в сторону формирования синдрома выгорания. Они потихоньку уже двигаются туда. Если ситуация не улучшится, там их конкретная ситуация, а основания полагать, что как-то на системном уровне все вдруг станет хорошо, и решится проблема там, организационные проблемы, и, не знаю, нагрузка станет меньше, и прочее, прочее, или у них вдруг разовьются там способности какие-то немоверные к преодолению стресса, ну вряд ли. Скорее всего эти люди будут двигаться к выгоранию. И если обобщить вот этих категориях, категорию сотрудников, у которых уже сформирован синдром выгорания, и который находится в зоне риска, то это 52%. Что, в общем-то, совпадает с ранее исследованием, которое было проведено другими организациями, что цифры где-то в этом районе и получаются. Даже если брать другие методики исследования. В связи с ковидом, можно ли провести какой-то аналог стало хуже, лучше? Потому что мы делали исследование именно в ковид. Ну да. Сложно, да, вот именно у нас-то исследование только вот в этот момент проведено, когда уже 2001 заканчивался год, и пандемия уже свое дело сделала. Но исследования международные говорят, что да. То есть пандемия сказалась, она повлияла. Если сейчас мы допустим, что нагрузка с пандемией будет снижаться, допустим, можно ли предположить, что и ситуация будет улучшаться? Может быть. Вот как бы гипотеза есть такая, да, она имеет право на существование, именно поэтому мы не будем останавливаться на этом исследовании, будем его продолжать, чтобы изучать картину, в том числе, динамически. Так вот, 52%. И вообще данных очень много, потому что там много было разных вопросов, не только диагностирование выгорания, но и некоторых факторов, которые могли бы быть драйверами этого самого выгорания, то есть тем, что толкает выгорание. Мы смотрели на разные структуры персонала, да, разные какие-то категории выделяли социальные. Я приведу здесь только некоторые, некоторые из них, малую часть, то, что нас тоже взволновало и заинтересовало. Это вот как раз процент людей, которые находятся в зоне риска, в разрезе возраста, возрастных категорий. Ну и мы с вами видим, что у нас была гипотеза изначально, что скорее всего, чем старший сотрудник, он же дольше испытывал стресс, он дольше находился в сложных ситуациях, в сложной нагрузке какой-то, то и выгорания там будет проявляться больше, но по факту оказалось, что сотрудники в возрасте 20-30 лет, ну как минимум не меньше, но цифры показывают, что больше подвержены выгоранию. И вот как раз то, что, Лена, ты сказала, проявляется. То есть сотрудники, которые старше 50 лет, они уже близятся к выходу на пенсию, а может быть уже работают на пенсии, соответственно, в любой момент они могут перестать выполнять трудовые обязанности. При этом большой процент выгорающих среди молодых сотрудников, которые тоже могут уйти из профессии, уже по причине именно потери интереса, ценности профессии, нежелания в ней находиться, и тем самым будет сокращаться вот эта активная часть персонала медицинского. И нехватка будет возрастать. Как раз про нехватку кадров, которая будет буквально сформируется еще больше за 3-5 лет, если не заниматься. Она сейчас уже ощущается, может быть, в столичных городах, в Москве и Петербурге не так сильно, потому что из регионов все равно подтягивается, постоянно вливаются силы, а вот в регионах, наверное, эта проблема еще острее-острее может становиться, скажем так. Понятно, что прогнозы нельзя однозначно утверждать. Тоже были предположения, что, наверное, есть какая-то разница между тем, где работает медицинская сестра, но что частные, что государственные организации показывают примерно одинаковый уровень выгорания. Безусловно, у нас среди опрошенных большая часть людей представлены из государственных и муниципальных поликлиник, но удивительно, насколько близки цифры. И это тоже такой способ. Вопрос о том, а будет ли решена проблема, если все перевести на частные рельсы и сделать исключительно частную медицину. Мне кажется, именно этот слайд показывает то, что здесь проблема не только в организационном внутри одной медорганизации, проблема чуть более шире. Интересно было бы посмотреть во втором исследовании с привлечением большего количества частных клиник, насколько эти цифры действительно влияют. То есть не только организация, но и работа, но и структура здравоохранения в целом влияет на психоэмоциональное состояние. Да, это одна из задач, которую мы ставим на следующее исследование. Ну и коротко по поводу связи выгорания и условий труда. Закономерно абсолютно, в соответствии с теорией, с концепцией модели выгорания, чем выше рабочая нагрузка именно в рабочее время в неделю, тем больше вероятность проявления выгорания. И наоборот, чем меньше времени на отдых остается у сотрудника, тем тоже выгорание проявляется больше. Интересный результат по удовлетворенности дохода. Тоже достаточно предсказуемая история, однако очень важно понимать, что у нас в исследовании было два таких вопроса. Поставлено первое, мы спрашивали непосредственно размер дохода. И вот там картина очень такая. Она соответствует нормальному распределению, то есть там график нормального распределения. То есть процент выгорания у категории, которая там условно зарабатывает до 20 тысяч, которая зарабатывает больше 100 тысяч, примерно одинаковый будет. Потому что, видимо, дело не в сумме как таковой, а именно в том, насколько человек удовлетворен своим доходом, насколько он считает его достаточным или справедливым. Во втором этапе исследования у нас будет конкретизация по, почему именно человек удовлетворен или неудовлетворен доходом. Мы хотим понять, что вот именно человек беспокоит, заставляет быть неудовлетворенным доходом. Но результат очевиден. Если я субъективно считаю, что доход у меня там не подходит, не устраивает, не соответствует тому, что я делаю, то вероятность выгорания будет выше. Также ярко проявляется удовлетворенность общения в коллективе, взаимодействия в коллективе. И это тоже полностью соответствует психологической теории, совладания со стрессом, что если у нас есть некая социальная поддержка, то нам проще переносить любые стрессовые ситуации, напряжение эмоциональное и так далее. И это вот в нашем исследовании тоже отражается. Это вопрос о том, что некоторые такие подсказки уже и организациям, в том числе, на что можно повлиять, чтобы снизить вероятность выгорания коллектива. И если брать такую общую удовлетворенность, мы спрашивали людей в целом, насколько вы удовлетворены своим рабочим местом, условиями труда. Ну вот такая картина. Весьма яркая, на мой взгляд. Безусловно, это субъективные оценки, важно пытаться как-то объективизировать их, но даже если мы формируем субъективную удовлетворенность у сотрудника рабочим местом, оно понятно, что может быть не идеальным. И все люди разумные понимают, что невозможно вообще без всяких каких-то проблем, что все будет идеально, все будет работать исключительно здорово, без боев. Такого не бывает. Но вот если субъективно я воспринимаю свое рабочее место как удовлетворительное, то вероятность выгорания сильно снижается. То есть, на мой взгляд, яркое подтверждение идеи того, что именно организационные факторы серьезный вклад вносят в формирование выгорания. В общем, основные выводы вот такие по исследованию. И эти выводы нас еще больше убедили в необходимости развития проекта нашего, проекта стоп-выгорания, привлечения внимания к этой проблеме, ну и к дальнейшему исследованию этой проблемы. И, как уже сказали, да, именно удовлетворенность или неудовлетворенность рабочим местом, организационные факторы влияют на формирование выгорания. Если говорить про то, что может сделать организация, да, у нас немного времени на сегодня, чтобы обо всем этом подробно рассказать, но вот если думать о том, что же можно сделать, чтобы снизить выгорание своего коллектива, помочь коллективу, то можно, конечно, обратить внимание, ну элементарно, на опросы сотрудников и на что они жалуются. Да это самое простое. Посмотрите, чем недовольны сотрудники, что они говорят, что вызывает у них больше стресс по их мнению. Ну и вот можно, на слайде у нас некоторые ответы, такие вопросы приведены, что является таким фактором. Ну, на самом деле здесь, насколько действительно сотрудники смогут вовлечься в этот опрос, и действительно верно ответят не ожидаемые для нас результаты, а ответят честно, что я не удовлетворен условиями своего труда. Да, вот условия труда, это же один из важных факторов, которые влияют, да, на его психоэмоциональное состояние и на развитие, в том числе, синдрома эмоционального выгорания. Это его рабочая нагрузка и распределение обязанностей, и стиль управления в коллективе, да. Здесь очень много факторов, таких внутренних, на которые вообще, в принципе, стоит обратить внимание. Это и, в принципе, наверное, корпоративная культура. Ведь от корпоративной культуры очень многое зависит. Я работала во многих медицинских организациях на разных уровнях должностей, да, и начиная с медицинской сестры, заканчивая уже какими-то руководящими должностями. И я помню, что то, какая культура в организации, что, какие ценности организация несет, как она их транслирует, как она коммуницирует с персоналом, как непосредственно руководитель коммуницирует с подчиненным, и то, насколько честно подчиненный может с руководителем поговорить о том, что ему не нравится в данный момент, это тоже является таким определяющим фактором снижения рисков, да, и профилактики в том числе. Ну и, наверное, хочется отметить какие-то меры специальной поддержки. Это и обучение, и работа с персоналом в том числе в зоне обучения, их там, работы и управления стрессом. То есть, может быть, вот об этом. А вот такой вопрос. Если большой опыт работы в разных организациях сталкивался ли ты вот с такими специальными мерами поддержки у себя в опыте, где, не знаю, организовывали какие-то кабинеты релаксации, отдыха или обучения специально направленные на развитие навыков стрессоустойчивости? У нас конкретно вот в одном месте было очень интересно, это, наверное, такая больше команда образующая была история, но она захватывала вопросы, как работать в конфликтных ситуациях, как помочь специалисту, там, специалист-специалисту, как не подключиться к пациенту. То есть нам, нас обучали таким первичным навыком общения и, ну, может быть, немножечко работая с возражениями и конфликтами, то есть разрешать и нивелировать эти ситуации. Но это, к сожалению, не везде. Я знаю клиники, где есть специальные подразделения, где работают психологи. Это здорово, но из опыта моих коллег они этими услугами, к сожалению, не пользуются. Вот это печально. Ну, действительно, потому что все-таки это комплексная проблема, да, и она в том числе связана с тем, что у нас пока еще в культуре, сейчас берем широко, в культуре нашей страны не очень принято заботиться о своем психоэмоциональном здоровье. Ну, то есть воспринимать это как серьезную проблему, как часть заботы о своем здоровье, не знаю, как там гигиену какую-то, да, необходимую, или там необходимую профилактику своего здоровья, ну, кажется, что, ну, само как-то пройдет. Вот, само как-то отпустят. Просто плохое настроение, ходить к психологу, это вообще какая-то странная, что это больной, что ли, да. То есть до сих пор вот эта идея, что психиатрия и психология – это одно и то же, хотя и психиатрия изменилась, там, не знаю, с каких-нибудь 80-х годов и стала гораздо более клиентоцентричной и более гуманно настроенной, не воспринимающей пациента только машину, которую нужно починить таблетками. Но до сих пор вот эта какая-то стигматизация осталась, и как так я пойду к психологу. Ну, слава богу, ситуация-то меняется, и это даже популяризируется теперь, и здорово, и мы в том числе хотим это популяризировать. Специальных мер много, и они не все такие сложные. Сейчас у нас не очень много времени, чтобы во всем этом подробно рассказывать, коллеги. Если у вас возникают какие-то вопросы, да, вы в чат-трансляции можете их отправлять сейчас, и у нас будет время, мы сможем поотвечать более прицельно. Но в целом по мерам того, как может организация справляться с выгоранием, мы говорим, мы говорим активно на ресурсах нашего проекта, ну и забегая вперед, будем говорить еще и в эфире канала 1.med.tv. Ну, а если говорить про то, что может делать сам сотрудник для себя, повторюсь, сейчас много не смогу этому времени уделить, так что если будут вопросы, постараюсь тоже ответить. Если говорить про какие-то базовые все-таки советы, которые можно везде встретить, и может быть не всегда их легко реализовать, но поверьте, это то же самое, как ходить постоянно к врачу на профилактику. Это порой сложно, дискомфортно, но необходимо. Без этого просто машина не поедет, если ее не заправлять. Заботиться о своем психоэмоциональном состоянии, это заправлять свою машину. Это соблюдение баланса сфер жизни, то есть наличие неких других составляющих жизни, которым мы уделяем внимание, уделяем силы, энергии, откуда черпаем дальше потом эту энергию силы. То есть не просто я там на работе живу и, уходя с работы, продолжаю жить на работе, а нет, все-таки я нахожу какие-то другие возможности для получения удовольствия от жизни, для разрядки эмоциональной, для снятия стресса. Это действительно отдых, такой эффективный отдых, когда я чувствую расслабление. Не когда я продолжаю напрягаться и чувствую дальнейшее напряжение. Нет, это когда я чувствую расслабленность, когда я начинаю дышать легче. И это, возможно, не тот привычный формат отдыха, к которому вы привыкли, и это такая привычка есть. То есть делать что-то привычное – это не всегда эффективный отдых. Иногда нужно чуть-чуть поднапрячься, вот парадокс, что нужно чуть-чуть испытать новый стресс, стресс от нового, вот скажем так, чтобы почувствовать, наконец-то, этот отдых и это расслабление. Действительно, есть связь между профессиональным развитием и поддержанием профессионального развития, и снижением уровня стресса. Это как раз в том числе про развитие коммуникативных навыков, общения с пациентами. Но и чем лучше я знаю свою профессию, тем меньше у меня напряжения. То есть я знаю, что делать в своей профессии. Также это развитие навыков психоэмоциональной саморегуляции. То есть как я могу сам здесь сейчас повлиять на свое эмоциональное, психическое состояние, снизить уровень напряженности, привести себя в некое ресурсное состояние. И это навыки, которые можно развивать. Они у нас и так развиваются естественным образом в течение жизни. Ну то есть если мы дожили до условных 12 лет, видимо, как-то мы уже со стрессом умеем справляться. Вопрос только в том, чтобы это было эффективно и не вредило в долгосрочной перспективе. Потому что, к сожалению, наш мозг, такая ленивая система, ищет простые способы решения проблем. Поэтому переедание, зависимость от сладкого, употребление психоактивных веществ, вот эта дофаминовая ловушка в виде просмотра бесконечного сериала. Я не говорю, что это плохо. Я говорю о том, что иногда это превращается в бесполезную уже историю. Оно уже не дает необходимого эффекта. А в некоторых случаях, если говорить про психоактивные вещества, переедание еще и ухудшает здоровье. То есть приводит еще к большему проблемам. То есть не все инструменты работы со стрессом одинаково полезны, как те самые йогурты из той самой рекламы. Ну и, конечно, да, мы говорили про развитие навыки коммуникации с пациентами, потому что зачастую общение – это такой основной источник стресса. Ну, оно в любом случае будет, это общение. Логично было бы научиться справляться с этими ситуациями лучше и эффективнее. Ну и, конечно, возврат и поддержание вот этих актуальностей жизненных ценностей у себя внутри. То есть многие сотрудники, у которых выгорание-то читается буквально на лице, от них слышишь, что на вопрос, как вы видите свою роль в медицинской организации, как вы видите свою роль в поликлинике, в клинике, где вы работаете, они отвечают что-то вроде «я тряпка, которой вытирают ноги», или «я там», «я просто какая-то там машина». Ну, часто очень слова «что я могу?» Да, это к вопросу о том, что вот эта потеря собственной значимости, собственной значимости своей роли, она теряется. Если я сам уже начинаю себя убеждать, что я никто, и я делаю что-то бесполезное, никому не нужное, то это дополнительный источник стресса. То есть я становлюсь сам для себя таким врагом, дополнительным источником стресса. Важно периодически все-таки возвращаться к тому, что да, вокруг ситуация может быть плохая, разная, там, не знаю, стрессовая, тяжелая, но это я же выбрал эту профессию, у меня были какие-то основания, я почему-то хотел ее выбрать, почему-то мне это было важно, и по сути-то ничего не поменялось. То есть помогать людям точно так же важно. И то, что я это делаю, это тоже важно, это обо мне говорит что-то важное и ценное. То есть я для себя, как минимум, могу быть ценным человеком, ценной личностью. И вот себе в этом, пожалуйста, не отказывайте, напоминайте себе, почему вы выбирали профессию. Да, может быть, есть что-то, что нужно поменять. Да, возможно, стоит, не знаю, пытаться добиваться изменения условий труда. Окей, но это никак не говорит о том, что роль сотрудника медицинской организации, роль медика, она там стала ниже от чего-то, или хуже, или бесполезнее, или менее ценной. Нет, цена по-прежнему, и вы себе об этом, пожалуйста, напоминайте. Понятно, что сейчас так вот коротко и сумбурно, и на своих ресурсах в рамках проекта «Стоповыгорание» мы говорим об этих инструментах больше и чаще. И, наверное, об этом мы сейчас поговорим в завершении уже перед вопросами о том, что... Ну, хочется на самом деле сформировать более обширную, более точную картину, что реально беспокоит медицинских работников, и какое психоэмоциональное состояние у них сейчас. Ссылка на анкету будет разослана участникам эфира. Мы призываем вас пройти исследование, оно полностью анонимное, и мы будем благодарны каждому участнику за то, что он нас поддержит. Да, как мы уже говорили, мы проводим второй этап исследования, куда хотим вовлечь как можно больше разных категорий сотрудников. И разных специализаций. Да, и регионы в том числе активно не привлекать, чтобы увидеть картину более четко. Мы доработали анкету. Некоторые вопросы хотим уточнить детали, да, чтобы об этом потом подробнее рассказать. И вы действительно будете вносить свой личный вклад в решение этой проблемы. Ну и помимо исследований, как уже сказал, ресурсы проекта Стопвыгорание в виде сайта Стопвыгорания, на котором опять-таки ссылка на анкету есть, и в виде телеграм-канала, работают для медиков. Да, мы даем там действующие инструменты. Мы работаем с группами и работаем со специалистами, которым нужна какая-то помощь. Вы можете оставить, ну, посмотреть ресурсы, да, действующие материалы у нас на сайтах, на наших образовательных ресурсах. Ну и вот, на самом деле, телеграм-канал Стопвыгорание – такой более живой, оперативный источник вот этих ресурсов. Там бесплатные вебинары мы проводим по как раз вот освоению практических инструментов. Давайте перейдем к вопросу. Да, если есть, мы срочно отвечаем. Работая практически за тарелку супа со ставкой 7 тысяч рублей, к примеру, в Алтайском крае, и 70% больных с психическими и психологическими девиациями, как в этом случае не будет профессионального выгорания? Не хочется вообще ходить на работу? Ну, это как раз про самообесценивание, да, и про важность. Антон, может быть, ты как психолог здесь? Ну, тут, смотрите, тут важно, коллеги, тоже вот важно для себя. Сейчас начнется немножко такая, все-таки более глубокая история. Мы нередко начинаем разный комплекс проблем как бы соединять в один клубок. И это нам усложняет решение проблемы. То есть мы спутываем все наши проблемы, источники нашего стресса в один большой клубок. И когда мы, там, психолог, специалист задает вопрос, а что вас не устраивает или что вас беспокоит? И клиент говорит, все. Вот когда все беспокоит, то уже, конечно, ничего не сделаешь, можно сразу в это закапывать. Ну, все беспокоит, куда деваться. Вот важно у себя эту картину не формировать. Потому что, смотрите, давайте, работа за тарелку супа и 7 тысяч рублей – это одно, и 70% больных с психическими и психологическими девациями – это другое. Потому что если вы будете работать не за тарелку супа, а, там, за более высокий оклад, если вы работаете в психдиспансере, да, я так понимаю, или еще где-то, процент людей с психологическими и психическими девациями не уменьшится от этого, и это все равно будет источником стресса. То есть это разные вещи. Научиться работать с этим контингентом и меньше от него испытывать стресс или быстрее восстанавливать свои ресурсы – это одна история. И вы с этим можете работать, развивая у себя навыки стрессоустойчивости, навыки саморегуляции, навыки коммуникации. Это то, что вам подвластно. Ну, вот вы можете взять там открытые какие-то источники, ресурсы наши те же, и начать тренироваться. Конечно, здорово, когда организация там формирует обучение, но вот у вас тоже есть такая возможность. И другое дело – это условия труда, которые, да, могут быть несправедливыми. Ну, я не знаю, мне сложно судить, они могут быть несправедливыми. Чего уж тут скрывать, да, понятно. Мы в реальном мире живем. И это другая история, с которой тоже нужно работать. Работать, я, наверное, тут не вправе давать каких-то конкретных советов, но отстаивать свои права, добиваться уважения к своей профессиональной роли, нужно и важно, на наш взгляд, потому что ваша профессия важна. Кто-то должен выполнять эту работу. Следующий вопрос. Скажите, являются ли частые головные боли напряжения признаком профессионального вагонания? Ну, смотрите, сложно сказать. Это может быть признаком хронического стресса, хронической усталости. и, соответственно, да, может быть это в том числе признаком и выгорания. А может быть и признаком других заболеваний, в том числе соматических, поэтому лучше обращаться именно к специалисту уже и изучать причину этой проблемы. Но если мы в контексте профессионального вагонания говорим, то это может быть, если человек чувствует у себя вагонание, то это может быть как последствия какое-то или усугубление какого-то симптома. Третий, это интересно, сейчас Елена этот момент подняла. Наше исследование показало, что если люди, которые отвечают на вопрос, чувствуете ли у себя эмоциональное выгорание, они отвечают, да, я чувствую, термин я эмоционально выгорел, мне очень хорошо подходит, вот у этих людей действительно по результатам диагностики эмоциональное выгорание выше, чем у тех, кто говорит, нет, это вообще не про меня. То есть про меня нельзя такое сказать. Таким образом, самодиагностика собственного ощущения, эмоционального истощения, например, да, это хороший преддиктор того, что может быть и правда некий способ прогнозировать, что да, у меня, скорее всего, есть выгорание. С одной стороны. Но здесь мы говорим про конкретный симптом, это головная боль. И головная боль может быть все-таки связана с большим спектром причин. Тут не игнорируйте свое здоровье. Не нужно, если вы регулярно ее испытываете, регулярно там потребляете таблетки обезболивающие, то все-таки это нездоровая ситуация, лучше обратиться к специалисту. И может быть проблема не только там психоэмоциональная. Здравствуйте, где можно найти анкету, по которой вы проводили опрос? Анкету можно найти на нашем сайте stopvogarania.ru. Также анкета будет разослана всем участникам после эфира. Вы можете пройти, посмотреть и на наших ресурсах найти ответы на какие-то вопросы. Да, если что-то по методике, в том числе какие-то вопросы, на сайте stopvogarania есть. Да, на сайте в форме обратной связи можно написать, и мы обязательно вам ответим. Как профилактировать у себя невротизацию на фоне рабочих будней? Хороший вопрос. Ну, вопрос, да, что такое невротизация. Не будем сейчас даваться подробностей времени, у нас тоже не очень много. Ну, вот тот слайд последний, который у нас был в трансляции, он про это. Он про то, чтобы себе действительно сформировать комплекс таких профилактических мер. Ну, как минимум, давайте, сейчас тоже, может быть, для кого-то это фантастический совет, но все-таки найти возможность для отдыха. В том числе в самом напряженном рабочем графике найти возможность для себя 5 минут побыть в тишине, если вам помогает тишина, побыть наедине с собой, осознанно подышать в глубокой размере, наприкрыв глаза, поразмышляв, например, о каких-то приятных для себя образах, или там подумав о приятных людях. Вот очень важный момент. Нам порой очень хочется побыстрее воткнуться в телефон в перерыве и начать там листать в социальные сети. Так вот, если вы в социальных сетях смотрите фотографии детей, улыбающихся и щенят-котят, ну, не вопрос. Каких-то людей на море. Вот тут проблема, потому что как только мы видим счастливых людей на море, у нас включается оценка, мы начинаем думать, а я-то не на море, черт возьми, а что же они такие счастливые, у меня все в жизни плохо. Вот щенята, котята и дети, это хороший способ снять напряжение. Все остальное, контент социальных сетей, это тоже, к сожалению, ну, это уже доказано социологами и психологами, это источник тоже стресса, к сожалению. Поэтому, ну, вот, либо такой позитивный, абсолютно какой-то позитивный контент, либо лучше тишина, приятная музыка, и, например, подышать осознанно, делая глубокое дыхание животом, ну, либо просто размеренное дыхание. Размеренное дыхание помогает снять напряжение. Это переключает активность симпатической нервной системы на активность парасимпатической нервной системы. подробнее в наших вебинарах и материалах и в передачах на Первом Мир ТВ, которые у нас тоже будет несколько, и мы будем говорить об этих инструментах более предметно. Надо, конечно, говорить об инструментах, но главное, что вы не должны, наверное, про свою проблему молчать. Если она связана с работой, вы можете обсудить ее в своем рабочем коллективе и с коллегами, которым вы доверяете. То есть замалчивание и избегание этой проблемы ее точно не решит. Вот, наверное, это важно. Наверное, давайте на последний вопрос ответим, чтобы не задерживать наших, в том числе, зрителей. Повторюсь, будет еще у нас эфир, где будем подробнее рассказывать о методах работы со стрессом, профилактике выгорания. Но вот как понять, что усталость стала патологической? Смотрите, если вы отдыхаете, да, вот выходные вас провели, и у вас полноценный день отдыха, полноценные два дня отдыха, и вы все равно на следующее утро, понедельника, например, чувствуете некую усталость, это уже звоночек. Если это длится уже некоторое время, там вы 3-4 недели, там 3-4 выходных проходит, а вы не чувствуете восстановления, это более серьезный звоночек. А если вы ушли в отпуск и действительно отдыхали, и в итоге возвращаетесь на работу снова разбиты, и не чувствуете какое-то восстановление сил, ну вот это серьезное основание думать, что есть хроническая усталость. Ну, хроническая усталость, либо там связана с выгоранием, с истощением, потому что одна мысль о попадании вот в эту привычную среду формирует у меня эмоциональное напряжение, и сил больше нет с этим справляться. Кто-то уже нашел анкету на нашем сайте, запомнил. Спасибо вам большое. Я так понимаю, это к первому вопросу, на который мы отвечаем. Ну, вот, да, хорошо, давайте прокомментируем этот вопрос, потому что, да, не только, понятно, что в психодиспансере, в каких-то специализированных учреждениях встречаются люди с психологическими девиациями, однако я бы не спешил развешивать ярлыки. Ну, извините, что я вот так прямо говорю, потому что нередко эмоциональная реакция пациентов, нашего контингента, она вызвана не наличием психологических эмоциональных проблем у них, а она связана с общей напряженностью, общим стрессом в нашем обществе, вызванной комплексным разных проблем. И их эмоциональная реакция нам может быть просто непонятна, потому что мы не знаем их причин этой реакции пациентов. Они абсолютно здоровые люди, просто у них тоже много факторов стресса, о которых мы не знаем, и важно научиться относиться с пониманием и к себе, в первую очередь, да, как к человеку, но и к пациентам тоже нужно научиться относиться с пониманием, потому что мы не знаем, почему они так себя ведут до конца, но навешивая ярлыки, мы не улучшаем ситуацию, не налаживаем контакт. И с первой части комментария про необходимость повышения статуса, уважения, авторитета не только врача, я считаю, давайте будем честными, не только врач влияет на выздоровление пациента, не только он отвечает за эффективность системы здравоохранения, но и другие категории персонала тоже. Поэтому именно общая важность и роль медика, она должна быть выше, безусловно, должны быть четкие эти правила защиты, юридической, правовой, и в том числе достойное материальное обеспечение. Конечно, это так, конечно, это важно. Безусловно, это так. И мы об этом в том числе и говорим на широкой общественности, о проблеме, чтобы, может быть, достучаться до тех уровней или до тех организаций, которые принимают решение, в помощи. Но, смотрите, чем активнее мы все, ну, знаете, если все молчат, то, может быть, всем нормально, всем хорошо. Если мы будем говорить о проблеме, если мы будем говорить о том, что нам ненормально, что мы испытываем напряжение, мы испытываем стресс, и мы чувствуем какие-то психоэмоциональные проблемы, то, может быть, к этому больше будет внимания и быстрее что-то начнет меняться. Ну, мы, по крайней мере, попробуем и приложим все усилия для того, чтобы этого добиться. Спасибо вам за внимание, коллеги. Да, спасибо за внимание. Встретимся на наших образовательных ресурсах и на Первом МетТВ. Всего доброго. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова